Недельник, духа в день. Я говорю, а чем заниматься будем? Не знаю, это у нас значит урок. Будем проходить. Если я на тебя, чтобы не капало, то маленько все равно. Ну, Лена сказала, сейчас будем. Дети многого не понимают, там отдельно помещение вам выделили. В прошлый раз кто чего там брал на полках? Уже замечание было, там перепутали, перее... Ничего не надо брать. Дали одну книгу, считайте, сидите. Понятна она для вашего возраста. Я вот хотел сегодня сказать о субординации. То есть, знаете, какое слово? Субординация. Объясни, Никита, что это такое? Ну, сам себя покажи. Ну, это как бы вот... Старший. Старший, младший? Младший подчиняется старшему. Ну, это взял отдельный комплект этого. Субординация везде. Вот весной выгонят коров. Корова изголодала. Солома, сено, сухое. А тут они начинают сразу бодаться. А определяют, кто старше. А которая была старше, ее продали. Но ее место на другой день, другая сразу будет. Сразу же начинают опять утверждать. Это в камере везде, там паханы разные. Везде, везде, везде это есть. В государстве бьются депутаты, кто какую должность займет. А хорошо это или плохо? Смотря как. Если у человека талант, а он будет где-то позади сидеть. Ну, что это такое? Ну, надо знать, как разговаривать со старшими. Я вот считал, что Нобелевскую премию дважды не дают. Только один раз. И только живому. Не посмертно героя дают, а нет. Но есть три человека, может быть, мои неточные уже данные, которые дважды получили. Настолько великие были их открытия. Два. Ну, у нас кто? Из писателей Шолохов, Пастернак, Солженицын, лауреата Нобелевской премии. Ну, по кинематографу, то Оскар, там, но Нобелевская, это другое. Альфред Нобель был такой изобретатель, как сказать, пороха. Все взрывы, это на его. Говорится, в паи уже идут. И он оставил деньги определенные, там, сколько-то миллионов. И премия эта увеличивается. Шведы дают ее премию эту. Субординация. Значит, надо знать, кто старше, кто младше. И вот одна из них, Мария Кюрис-Кладовская была. Дважды говорят, что Нобелевская премия. Работал по радио. Ради. Ради, это атомная энергия, откуда идет. Они как-то ее варивают, там. Его варили, говорят, вот что ли, и можно было на иглу поцепить только. Как собирали-то ее? Я ничего не понимаю здесь. Но дело в том, что у нее были студенты, китайцы. Китайская культура, она другая, чем у нас. У нас как, в морду не так, ну и проще. Сзади напасть может. Китайцы не так. Вот они если борются, а раньше было, раньше. А рядом, ну, император. И видит, одно лицо исказилось от Божьего страны. Я тут платочки махнул, все, борьба прекратилась. Нельзя, он уже озлился. Зачем дальше? Он уже злой. И вот у ней студенты сидят. Она, видимо, на стуле сеет, а они вокруг, там может быть, ковер какой-то. Я, говорит, только по глазам могла узнать, когда они не согласны со мной. Они субординацию соблюдают. Четко и ясно. Это старший. А у нас не понимают, нахамить любому. Ну и что? Уйду, да громко дверью хлопну, себе по лбу хлопнешь, когда выйдешь. Он не уважает ни должности, ни возраста, никого. Хамье. Хамье. Это особенно свойственно людям малообразованным, диким. Какую-то должность имеет или что-то. Ну, то есть, в один разряд не поставишь. О субординации хотел немножко сегодня сказать. Даже в детском лагере от у нас. Я вижу, однажды приезжают ко мне. Я могу назвать даже. По национальности евреи. Полу-грузины, полу-евреи. Мать грузинка, отец еврей. Хорошие родители. Ребятишки-то хорошие. Но что-то у них не заладилось. Три брата. Как они дерутся? Батюшка говорит, я жизнь прожил, не видал. Он бьет его с размаху, брата родного. Пинает его. Брата родного пинает. Они возраст немного разницы друг от друга. Мы этого не видели никогда. У нас в семье было пять братьев, пять сестер. Нас десятеро, мы выросли. И чтобы один другого, как говорится, гнобил или бил, даже вообразить невозможно. Ну, бывает где-то шалкушку в лоб там, дашь ему там, вот так, ногтем-то, ну, что-то это означает там. Ну, лезет где-то, на место поставить. Вот у меня старший, я говорю, брат был, Самуил. Почему-то Моня звали. Он все умел делать, изобретательно, а я ничего не умел. Я преклонялся перед ним, в рот разину смотрю как. А он меня обманывал на каждом шагу. Я суслика-то ловлю, сдам. А суслика сдать это шесть копеек первым сортом. Ну, а обычно бары в третьем, три копейки. Ну, и вот кирпич хлеба 16 копеек стоил. До Барнула 2 рубля 30 копеек, а сейчас 200 с лишним. Ну, можно примерно сообразить. Вот. Я наловлю сусликов. В шарче на 20 километров надо сдать. Наловить, надо ободрать его. От жира освободить шкурку, там опилками трешь. Высушить и поехать сдать. А он у меня деньги, брат, выманет. Я в армию пойду с тобой рассчитаюсь. В армию. Я даже не понимал, что в армии деньги-то не дают. Ну, какие там деньги-то? Он мне их выманет. И он что только не делал. Лыжи из осины делал. Радио, когда провели. Потом сам делал магнитофоны. Магнитофоны. Детали покупал. Наматывал трансформаторы. Ну, что только он не делал. А мне праздничные искорю березы шут. Как тапочки, ботинки или лапки назвать. Я только в праздники надевал их. Я не умел ничего. Я вижу, как он делает. И вот тут я говорил об этом. В мире существует вроде бы 5 ленточных боров хвойных. И мы посередке живем. 20 километров до Шарщина. Ну, и почти 20 до Кадников. И мы посередине. У нас бора нет. А дедушка нас жил. Отсюда 35 километров. До Шарщина 20. Бором 10. 30 и 5 километров за бором. Ну, а это бор. Бор ты же видишь на полях. Как я привык-то. А там бор. А там дорога туда-сюда, туда-сюда. И мне иногда приходилось одному идти. И он, брат, дома, находясь в Корщине, учащийся еще он был. Он нарисовал план. Куда ведет дорога, какая, какие приметы. Для меня это супер было. Непонятно, как. Какая мокрая сугра, где вода. Я по этой карте иду, я не заблужусь. Я прошел, нарисуй, не вжись. Он дома, зимой, нарисовал карту. Он выше меня ростом был. Ну, и меня маленько обижал. Там хлеба меньше даст. А мы из дома убрали хлеб и кулага. Кулага это, наверное, из-за ржи проростится, чтобы ростки пшеницы там дала, как зерно. А потом ее перемалывают и в печку ставят в русскую. Она томится там и такая густая-густая, как кулага называлась. Ну, как густой мед она, сладкая такая. И вот за столом сидим, ну, не наедайся. Я говорю, ты что-то прям мало мне дал-то. А он вот так соскочит. А ну, давай померяемся, а я ему вот так вот только. Ну, я и сел опять. Вот я и не вырос. Я среди братьев самый маленький рост. Мне не дали вырасти. Заморили меня. Вот. Я не буду говорить о других качествах, о субординации. Он меня обманывает, а я в нем души не чаю. И он старше меня. И чтобы я сказал ему слово, никогда. Я с детства чувствовал, что нельзя врать. А он курил тайно. А мать, видимо, догадывалась. И меня спрашивает, курил или не курил он? Курил сказать, я на него нажаловался. Сказать не курить, ложь. Я стою, у меня вот так слезы текут. Мать знала, раз я плачу, дальше курил. Наконец, братом двоюродно меня повалили. Один нос зажал, а другой в рот папироску ставил. Я отдохнул, все, теперь никому не расскажут. Ты тоже курил. Я так и понимал, рассказывать нельзя, я курил. Это в детстве что было. Я гляжу, сколько между вами разница в годах? Наверное, года четыре, да? Три. Три? И ты моложе его. Ну, тебя гоняет вообще бесполезно. А ты-то зачем на него? Ты, младший брат, должен голову наклонить. А ты сдачу готов дать и субординацию нарушаешь. Старшему нельзя сопротивляться, если он, конечно, не убивает тебя. Брата учился, когда в школе, бумаги не было. Но в магазин привезли книги. Как помню, сейчас история древнего мира. И мы книжки эти покупали, и там между стройщиками на полях писали. Вообще бумаги не было. В школе учительница, а отметки ставят красные, так мама из красной свеклы сделает сок. Я унесу, учительница ставит там какие отметки. Вот как жили. Помню, в школу как-то прибежал, а на ногах-то ничего нету, босиком. Уже снег выпал. Я ноги под себя поджал. А вообще, черниница была не проливашка, такая, как чугунная. Я в печку сунул на угли, чтобы разогреть чернила. На ногах сижу, задницу своей грею, ноги. Вот здесь вот утром выгоним. Ну, холодно же. И стоишь и смотришь, где корова оправится. Ее помет. Кал. В нем ногами заскочишь и стоишь тепло. И опять смотришь, где следующая корова оправится. И выросли все. Ничего нету, кажется. И все сытые были. Всякие травы, пучки еще только не брали. Мы знали. Какие корешки можно есть. Какие вредные. Передай. Так вот, субординацию не нарушай. У тебя старше... Что у тебя хлеба? Да ты уже ел. Хватит тебе. Ты и так толстый. Видишь, какие у тебя щеки, как у хамена. У меня путь заполз. Но не годится. Не годится. Значит, соблюдать субординацию. Никогда старшим не разговаривай как с равными. У тебя старший брат, кто? Исааки. У тебя кто еще старше? Никита, кажется? Никита Андреевич. Мой брат Никита. Никита Андреевич? Да. Матест Андрей. Его тоже Никита Андреевич. Колесников. Значит, вы субординацию соблюдаете по отношению родителей. Никогда ни одного слова не говорят. Показывает тихий дом. Вот он заходит. Там отец-то гневный на него-то. И на него. Так он бы мог отца-то ударить. Он только защищается. Вот так вот все. Гришка-то, Мелехов-то. А он его, Пантелей Прокопьевич-то, бищем охаживает. Ах ты, сукин сын. Ах ты, кобель там по чужим ходишь. Он его... Он тогда только в отца этот вырвал бишь-то, через колено переломил и бежать. Но ударить в ответ, а-то даже не знали. Я считал, одна вышла замуж, а он меньше ее ростом. Но она, что-то баба-то не слушается, а ему надо наказать. Он залезет на кровать-то или на стул-то. А ну иди сюда, Марья. Марья подойдет вот такая. Наклонись сюда. Он ее за волосы достать не может. Такой маленький был. И она, Марья, стоит головой. И примиряться, и все. Муж глава. А тут сейчас мужик лег спать, она ему голову отрубила. Да, я знаю, много случаев таких. Это не то, что это безумие, это ад. Это гиенна. Жена должна подчиняться мужу. Ну, не бить ее, но она должна слушаться его. Дети должны слушаться родителей. Старшего поставили. Мы вас сегодня оставим старше. Будешь старшая сегодня в комнате, а ты ей помогай. Ваш возраст. Одной рукой хлеб не ломать. Видишь, как ломает? Двумя. Вот так. Если надкусила, должна съесть кусочек. Вы поняли, что такое субординация? Да. Это понятие оранжире. Вот есть младший офицерский состав. Вот слушайте, сколько? По пальцам загибай. Младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан. Вот сколько? Четыре. Старший офицерский состав. Майор, подполковник, полковник. Еще три. Теперь генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал-армия, маршал. Пять. Пять. Вот. Генерал-то это еще не все. Одна звездочка, генерал-лейтенант, две, генерал-лейтенант, три. А вот генерал-майор, который плавает там, он называется контр-адмирал. Не генерал, а адмирал. А дальше вице-адмирал. А это уже как генерал-лейтенант. Две звездочки идут. Я сейчас могу забыть. Дальше видимо адмирал. Адмирал это уже полный чин. Там меньше. Вот как. Вот у меня званий никаких не было. Мне просто старшины удали сразу и все. Но звание было старший сержант. Все. Интересно. В армии был. Мне дали техник-смотритель воинских зданий. Это после флота, после ракетных войск избрали на такую должность. Одна должность была на весь Дальний Восток. Смотрите здание, какие офицеры где менять, что бы. И когда вернулся, здесь в церкви тоже смотрите за порядком. То есть все время смотрите и в армии и здесь. Вот по ранжиру. По ранжиру все выше меня. Я как и при этом никаких наград не имел. У меня ничего, ни одной заслуги, никакого образования. Ну, духовного. Строитель только. Техникум. Вот сегодня дали материал, кинули про Дворкина, профессор. Мошенник, обманщик, шарлатан. И все доказали. Он, оказывается, даже дальше третьего курса нигде не учился. его выгнали. Он из 11 занятий, которые надо посетить, посетил только 7 и невнимательно слушал. То есть он ничего нет, он засланец, его заслали сюда. Это сегодня в интернете выставлено и там документы, все документы фотографируют и показывают. Он ни званий, ни кандидата не имеет, а везде называется профессор. Приехал разрушать Россию. Изнутри. Дворкин. Александр Леонидович. Он где-то на меня поднимался два раза. Я, как вчера, хотел сказать, ну ты сам напросился, козел. Ты сам нарвался. Он на меня полез, я знал, что так просто не пройдет. И маленько прошло времени, и после рождественских чтений он на меня там на устькали человека. И на него сейчас такое гонят, все замерли везде. Там из-за рубежа везде показывают. Он наркоман. Он психиатрия, говорит, не владь. Это шизопренник. Это избрали такого, чтобы людей всех ссорить между собой. Я-то знаю, молюсь за него и все. Он не знает, что делает. Он судит всех. Сектанты, тоталитарная секта, это он вел, ему дали задание назвать. А что тоталитарный сект? Сектавед. Спрашивает, есть такая должность такой специальности, говорит, нету. То есть, все обман, абсолютно все. Ты не закатываешь глаза, не получится, что одна чашка. Вам понятно, что я говорю? Да. Строгая субординация. Да. Мы должны помнить, над нами есть старшие родители, священники. Я вот хотел со священником с кем-то поговорить. Ну, так бы сейчас, допустим, ты священник, учился в семинариях в трех, так? Ну, я тебя спрашиваю, откуда-то пошло, что священники волосы длинные отпускают, по плечам, вот такие вот. Откуда? Не могу сказать. Не можешь, и я не могу. Я знаю, это не больше как 200 лет. Ян Затаус, посмотри, портрет и вот этого, икона, как под бокс пострижены. Никола чудотворец, у всех короткий. Если мужчина растит волосы, для него бесчестье, с какого момента бесчестье стало честью? Не щелку не подстригай, этого нельзя делать. А теперь, ты тебе один раз отстриг, теперь все время будешь стричь ее. Она должна у тебя как? он посмотри, как упросят. Ну-ка, покажи. У тебя не пострижено? Нет. У нас строго это никак. У тебя не пострижено? Ну-ка, покажи. Ну-ка, сиди. Вон они, как видишь, а тебе их уже не загнать туда, и полголовой открыто. Смотри, как она закрыта, глянь на нее. У нее волос не видно, и это не видно, а ты уже не можешь, они у тебя спадают. А что ты-то? Это лошадь только так делают, постригают. А ты не лошадь, ты девушка. Вот. Ты везде будь верующая. Вон, смотри, у нас, какие девицы сидят. Глянь на них. Ну-ка, поднимись. Вон они сидят. Красавицы наши. Ну, поели. Наели засыто? Да. Ну, все. Все-то, что? А все, уже поели. Скору будем выстрелить. Да, он что-то не терпится ему куда-то. Не терпится, помолимся и выпустим. Давай, выпустим. Господи, слава тебе. А, из-за стола выйти. Не ходите никуда, стойте здесь. Там дождик. Господи, слава тебе. Благодарим тебя, Христе Божий наш, како насытился на земле твоих благ. Не лиши нас и небесного твоего царствия, но якобто среди учеников твоих пришелось и спаси мир, дай им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Спаси Христос, поварам, как дождик закончится, мы сразу пойдем втроем проверить, какая у нас работа, не на другу. Так, Володя, Володя, прими 6 тысяч на молочишки.